Помощь в родах существовала уже в каменном веке. Ее оказывали колдуны или шаманы. Первые упоминания о течении родах встречаются в египетских папирусах и вавилонских клинописных табличках. Гиппократ описывал способ родовспоможения и возможные осложнения. Так что рожают женщины со времен Евы. Что же изменилось сегодня? Об этом ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». О женском здоровье говорим. Сегодня у нас в студии целых два врача-акушер-гинеколога. Это Елена Буканова, заведующая отделением гинекологии городской больницы номер 10, и Екатерина Костянова, заведующая акушерским стационаром, тоже 10-й городской больницы. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорим о женском здоровье, говорим не просто так. У нас есть повод. Сегодня, именно сегодня, профессиональный праздник врачей-гинекологов. Я с удовольствием поздравляю вас, дорогие женщины. И, ну, давайте, наверное, тогда, может быть, для разминки с чего-то полегче начнем. А на самом деле я хочу сейчас задать вам самый сложный вопрос сегодняшнего эфира. А вот ваша специальность, специальность гинеколога, чем она отличается от других, по вашему мнению, конечно? Ну, я бы, наверное, так сказала, что наша специальность акушера-гинеколога, не просто гинеколога, а акушера-гинеколога, она отличается тем, что мы отвечаем сразу за две жизни. За жизнь мамы и за жизнь ребенка. Это, конечно, очень большая ответственность. Но, с другой стороны, ни одна, наверное, специальность не получает столько позитивных эмоций, когда в момент рождения ребенка, столько энергии, столько счастья в этот момент. Ну, вот, наверное, это самое основное, чем отличается от других специальностей наше акушерство-гинекологии. Тогда, в общем, наверное, вам можно позавидовать, потому что времена сейчас тяжелые для медиков, тяжелые втройне. Эмоций больше негативных, наверное, у вас вот сплошной позитив. У нас сплошной позитив, да. 202-11-22, мы работаем в прямом эфире, к нам в студию можно, конечно же, звонить. Сейчас мы хотим поговорить о том, как рожают женщины сегодня, как родить здорового ребенка. И для начала, наверное, от чего вообще зависит успешное течение родов? Не течение, а исход, да, течение беременности и исход. Ну, роды – это естественный процесс, и как будет подготовлена женщина, так и будет зависеть ее исход. Во-первых, это психологическая подготовка. Во-вторых, женщина должна знать ряд упражнений, которые могут помочь ей во время второго периода родов, во время схваток. Во время первого периода родов, во время схваток. Это приемы самомассажа, дыхательная гимнастика. Также женщина должна знать, как правильно вести себя в родах. Она должна слушать врача-акушер-кинеколога и акушерку, которая будет принимать непосредственно ее роды. Ну, вот много всего она должна знать, а извините, откуда? Ну, в нашем лечебном учреждении, в структуру нашего лечебного учреждения входит женская консультация. Как раз-таки в ней есть школа позитивного материнства. И там готовят женщин, как раз-таки психологически. Подготавливают женщину к родам и послеродовому периоду. Также могут приходить папы на эти школы материнства. Для чего? Для того, чтобы обучиться каким-то навыкам. То есть пеленанию, кормлению ребеночка, помочь женщине во время схваток, если они пойдут на партнерские роды. А ходят папы на школу? Да, школы на папы ходят. Неожиданно немножко, наверное, для меня. Хорошо. А помощь психолога? Зачем она нужна? Чтобы просто снять страх? Да. Психолог обязательно должен подготовить женщину психологически, чтобы она не боялась боли, не боялась какой-то потери, не боялась своих осложнений тяжелых. Ну, а вы смотрите, вы говорите, нужно уметь правильно дышать, нужно уметь делать себе массаж. А много ли на самом деле таких женщин, которые приходят, подготовленные именно в этом смысле? В настоящее время, да. Сейчас женщины более обучены, и они приходят уже подготовленные к этому. Частый ли процесс, когда женщина в течение беременности вынуждена длительное время проводить на сохранении, лежать в стационаре? И это, если я правильно понимаю, это уже у вас, Елена Валерьевна, или нет? В структуре нашей больницы, у нас больница многопрофильная, есть гинекологическое отделение, где есть койки палаты патологии, где находятся как раз женщины в сохранении беременности на ранних сроках, до 24 недель. Потом переходят в родильное отделение, ну, в роддом, там тоже есть палаты патологии беременных, но уже более большие сроки. И проводим лечение совместно, принимаем какие-то решения с Екатериной Владимировной, сотрудничаем, женская консультация на связи. У нас это очень удобно. Одни врачи наблюдают, и потом рожают, лечим мы в палате патологии. То есть у вас общие пациентки? Общие пациентки, да. Начинается женская консультация и заканчивается в роддоме. Если нужна помощь гинекологическая, то это палата патологии. Если вы опоздали к началу эфира, 202-11-22 это телефон, который у нас в студии, по которому можно задать интересующие вас вопросы. В программе сегодня Елена Буканова, заведующая отделением гинекологии, и Екатерина Костянова, заведующая акушерским стационаром городской больницы номер 10. Мы сегодня выясняем, как же родить здорового ребенка и свое еще здоровье сохранить. А вообще, как много сегодня рожают, вот в частности в вашем роддоме, сколько родов? В нашем роддоме за последние два года, 20-21, 19-20, 1200 родов. До этого было более 2000 родов. То есть все-таки уменьшилось? С открытием перинатального центра родов уменьшилось, потому что больше женщин как бы рожают там, и поэтому сейчас 1200. А вот в последние годы все-таки появилась такая тенденция на многодетность. Больше стало многодетных семей, да, ну как минимум третьего ребенка люди рожают. В связи с этим, какой возраст в основном пациенток у вас? Возраст пациенток, да, было большое количество сейчас увеличилось. Как раз-таки третьи, четвертые роды, и даже пятые, шестые есть. Ну, возраст это идет от 38 до 44, до 45 лет. В каком возрасте вы уже прям точно не советуете рожать? Ну, так мы не будем отвечать. И это правильно. Потому что у нас врачи квалифицированные, помогут женщине справиться с любыми, так скажем, проблемами. Вот это врач женской консультации все-таки должен с женщиной беседовать и индивидуально подходить к каждой женщине. Кому-то можно, кому-то нельзя. Это уже такой вопрос очень подробный. Что сегодня важно понимать женщине, которая выбирает роддом? Потому что, ну, большинство, наверное, все-таки выбирают, да, где рожать заранее, как-то готовиться. Что важно? Ну, при выборе родильного дома, если у женщины есть проблемы со здоровьем, да, конечно, женщине нужно рожать в перинатальном центре, да. Если у женщины нет проблем со здоровьем, женщина должна обратить внимание на бытовые условия, да, насколько в палате человек будет, если душ на этаже, плюс оснащение медицинское оборудование, конечно же, то также оказание, чтобы квалифицированный персонал оказал экстренную, неотложную медицинскую помощь как маме, так и ребенку, ну и совместное пребывание. Ну, вот кто-то же выбирает в пользу комфорта, а кто-то в пользу профессионализма. На этот вопрос, наверное, тоже нельзя однозначно ответить или как? Ну, каждая женщина, наверное, выбирает сама себе, что она хочет, да, кто-то реально выберет комфорт, кто-то профессионализм, но большинство, наверное, женщин все-таки выбирают высококвалифицированный персонал и оснащение медицинского учреждения. Если мы вот говорим роддом, а на самом деле это же, наверное, сложная такая структура, из чего вот у вас состоит? Структура именно роддома? Да. Ну, роддом, на самом деле, это не сложно, это роддом, где рожают женщины. Сложно организовать, как бы, вот именно помощь женщине. Здесь вот, наверное, нужно сказать о сплоченной команде, когда в роддоме рожает женщина и роды физиологичные, все хорошо, акушерка, наунотолог, врач-акушер-гинеколог, и роды случились, все замечательно хорошо. Но если что-то случается, идет не так, как нам бы хотелось, то здесь на помощь всегда приходят врачи, специалисты, другие специалисты, других специальностей. Это гинекологи, которые рядом находятся у нас, опять-таки, в больнице, многопрофильная городская больница 10. Это реанимация и анестезиология, врачи высокой квалификации, да, тут же хирурги, потому что все, что может случиться, это никто не знает, и у нас все рядом. У нас все рядом и терапевты, и хирурги, повторяюсь, и анестезиологи, реаниматологи. Вот эта структура, она большая в итоге. Вроде бы начиналась с малого роддома, а если что-то, все друг к другу приходят на помощь, это сплоченная команда, много лет уже работаем. Ну вот это, кстати, критерий, наверное, при выборе, да, где рожать? Конечно. Давайте послушаем, у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый. У меня вот такой вопрос. Подруга начитала с различной литературы, в том числе интернет, и хочет непременно рожать в воде. Скажите, пожалуйста, опасно ли это? Да, спасибо. Я как раз хотела примерно к этой теме перейти. Но для меня, если как бы моя точка зрения, да, конечно, опасно. Может быть, есть, конечно, преимущества в плане того, что легче переносятся схватки, да, все такое. Но мы, женщина может не увидеть кровотечение, что самое опасное. И ребеночек также может как бы захлебнуться водой, если даже родиться. Я знаю, что в некоторых родильных домах существует возможность таких родов. У нас где-то вообще... У нас есть, да, в АДК есть и в наследниках. Ну, а на какие роды вообще сейчас мода, как ни странно, но в этом процессе мода тоже присутствует? Ну, да, есть такое понятие. Наверное, я считаю, что, скорее всего, сейчас больше все-таки на партнерские роды. Но при выборе этого должна быть как бы... Должен быть тот человек, который будет психологически помочь женщине, да, во время схваток. Не просто будет стоять, да, но он должен как бы ей помочь. Во время схваток сделать ей массаж, поддержать ее. Вот. Поэтому, наверное, все-таки на партнерские. Есть еще, конечно, вертикальные роды тоже как бы, да. Ну... Вы не практикуете у себя? Мы практикуем. Практикуете? Вертикальные роды, да, у нас есть тоже. А давно они появились у вас? Ну, в течение года. И какое ваше мнение, вот как себя показал этот процесс? Потому что тоже обсуждаемый очень вопрос, конечно же. Ну, положительный, мне кажется, все-таки больше, потому что ребеночек не страдает. Ну, если мама выбрала, это как бы для мамы хорошо во время схваток, во время поток, да. Ну, и тем самым меньше как бы риска гипоксии. А выбирает кто? Мама. Ну, если нет противопоказаний. Если акушер-гинеколог берет на себя такую ответственность, да, рожать вертикальные роды, то, конечно, мы можем принять такие роды. Я еще раз напомню нашим зрителям, кто сегодня в студии. Дежурные врачи нашей скорой телевизионной помощи. Елена Буканова, заведующая отделением гинекологии. И Екатерина Костянова, заведующая акушерским стационаром городской больницы номер 10. Насколько много сейчас… Нет, неправильный вопрос. Часто ли удается женщине рожать самостоятельно? Вы вот говорили, что роды – это естественный процесс. Тем не менее, ну, знаем из разных источников, что много осложнений, что роды либо стимулируют, либо там происходят еще какие-то вещи. А вот так, что вот пришел, родил? Есть роды через естественный процесс. В основном у нас это 80% из которых через естественные родовые пути. То есть все-таки большая часть женщин? Большая часть все-таки рожают самопроизвольно, да. Стараемся меньше как бы приводить агрессивное акушерство. Поэтому женщина, если она отказывается, там, как бы от внутривенных введений каких-то спазмолитиков, да, приема окситоцина, то мы это не делаем. Если только если есть необходимость. Наверное, две вещи пугают больше всего женщину перед родами. Это первое – все ли хорошо будет с малышом, родится ли он здоровый и не травмируется ли в родах. И второй вопрос – это вопрос боли, наверное, тоже не менее важный, потому что боли боятся все. Боль в родах – это ведет, да, к психоэмоциональному напряжению. Ее нужно убрать. Вот это как раз обезболивание в родах, что в нашем роддоме тоже проводят наши анестезиологи. Владеет всеми видами обезболивания и в родах, и при кесаревом сечении. Это региональные методы анестезии. Женщина тоже может выбрать обезболивание в родах. Обезболивание – это по желанию? Это по желанию женщины, да. То есть, если вас не попросили, вы не будете обезболивать? Ну, если мы, так как мы не ведем преждевременные роды, если у нас только женщина поступит там в поток, да, либо больше там 5 сантиметров, то преждевременные роды, конечно же, они ведутся через эпидуральную анестезию, с эпидуральной анестезией. Если это доношенная беременность, только по желанию женщины. Ну, мы в любом случае обезболивание имеем в виду эпидуральную анестезию. А не вредно ли это для ребенка? Нет, это не вредно. Эти препараты, которые вводятся, они фетоплацентарный барьер не пересекают, и поэтому это абсолютно такой метод обезболивания абсолютно для женщины безопасно, для ребенка в том числе. Здорово, когда приходят и рожают, но бывают, наверное, и случаи, все-таки, когда приходится делать кесарь в сечении, когда возникают какие-то осложнения. Давайте сейчас посмотрим сюжет, который мы сняли в вашем родильном доме, потом продолжим разговор. Ольга Пахомова недавно стала мамой в первый раз. Очень серьезно подошла к выбору роддома. Воспользовалась советами друзей и знакомых, а также рецензиями в интернете. О своем выборе не пожалела, и девичьи страхи перед родами не оправдались. Мне был только один страх, что мне будут делать кесарево, и все. Все остальное мне особо не пугало. Однако врачи доказывают, что благодаря современным технологиям и квалификации медиков, кесарево сегодня не страшно, а, напротив, безопасно. Но самое приятное, что операция не отменяет главного. Та самая первая и долгожданная встреча мамы и малыша происходит прямо на операционном столе. Первая минута – это, конечно же, обработка новорожденного. И если женщина не противопоказана, это прикладывание груди даже после операции кесарево-сечения, прямо на операционном столе. Капитолина Яценко – акушер со стажем. Уверена, что одинаковых родов не бывает и быть не может. Все роды по-разному проходят и не похожи друг на друга, как и все женщины. Эмоции всегда слезы. Первые роды, первая операция – всегда были слезы, радости, что ты присутствуешь при тайном таком состоянии. Женщина – рада женщина, рада доктора. Своего первого малыша она приняла у женщины с пороком сердца. В таких ситуациях успешный исход материнства зависит сразу от нескольких врачей. На родах сердечной патологии мамы присутствует кардиолог и неонатолог. Общими усилиями медики помогают появиться на свет новому человеку. Я обратила внимание, что много медицинского персонала вокруг одной женщины. Кто в этот момент прям необходим, чтобы там был? Ну, в этот момент необходим, конечно же, акушер-гинеколог, хирург первый, ассистент, тоже акушер-гинеколог, анестезиолог, операционная медицинская сестра, операционная медицинская сестра-анестезистка, детский неонатолог, врач и детская медицинская сестра. Целая делегация. Да. Если неожиданно, экстренно случилось кесаревосечение, в процессе родов такое же бывает? Может быть такое быть? Ночь, не знаю, праздник, где взять всех вот этих медиков? На месте. Мы все дежурим. Мы все на месте. Все на месте. В дежурное время, если это не в дневной, либо это выходной день, дежурит у нас врач-акушер-гинеколог высшей категории. Второй врач-акушер-гинеколог, это первая, либо без категории. Акушерка родильного зала, акушерка палаты патологии, акушерка послеродового отделения, медицинская сестра, отделение интенсивной терапии, неонатолог и медицинская детская сестра. Я думала, вы скажете, что едет машина, срочно собирает всех докторов. Нет. Здорово. Хорошо у вас, спокойно. Хорошо. Какие самые наиболее частые осложнения могут произойти в процессе родоразрешения? Осложнений очень много. Очень много. Ну, первое, что, наверное, такие, не буду уж прям пугать всеми осложнениями, разрывы в родах, разрывы шейки, промежности. Более, конечно, кровотечение. Ну, это же такая, в общем, рядовая, по-моему, вещь. Вы готовы к любым неожиданностям, были ли ситуации, когда вам приходилось, ну, не знаю, может быть, санавиацию вызывать или что-то? Конечно, у нас были такие случаи. И всегда на связи у нас это отработанная схема, перинатальный центр. Ну, вот Екатерина Владимировна, наверное, лучше все-таки расскажет. Ну, да, у нас такие, если в случае осложнений, если мы не справляемся, да, к нам на помощь приходит бригада САС, мы связываемся с перинатальным центром, и они уже приезжают и смотрят, если женщина транспортабельная, и она может остаться либо у нас, да, если она нетранспортабельная, тяжелая женщина, которой нужно оказать медицинскую помощь, специализированную медицинскую помощь в большом лечебном учреждении, то, конечно же, они ее забирают. Вот пациентка, которую мы сейчас видели в сюжете, там было плановое кесарево сечение или неожиданно? Там было плановое кесарево сечение по поводу неполноценного рубца на матке. Я думаю, что женщин ведь очень пугает такая перспектива, да, и особенно если это происходит во время родов, вы спрашиваете согласие или принимаете уже решение? Если это касается здоровья мамы и ребенка, то неотложную помощь мы должны оказать в экстренном порядке путем операции кесарево сечение. Согласие, спрашиваю. Согласие, конечно, женщина, но мы должны ей пояснить, потому что если жизнь зависит от женщины и ребенка, то, конечно же, идет кесарево сечение. Мы ее убеждаем. Да, такого не было в нашей практике, поэтому как бы, ну тогда она должна дать, проинформировать, дать отказ и уже взять на себя эту ответственность, на себя все. Я отвлеклась немного на звонок и недоспросила про партнерские роды. Вы сказали, что целесообразно, чтобы там присутствовал родственник, который, ну, видимо, с холодным рассудком, да, с какими-то навыками. Всегда ли бывает так? Так. И кто чаще всего это? Это всегда муж или мама? Или кто может быть? Кстати, а кто из вот неожиданных, может быть, каких-то дальних, подруга может быть такой? Простите, прежде чем вы ответите, да, давайте послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вот какой вопрос. У меня сестра находится сейчас в таком периоде, когда у нее стынк. И смотрю, как она мучается. Очень тяжело этот период переживает. И с этим видео очень трудно, очень тяжело. Она уходит к врачам с неползом. Ее не означает, что одни таблетки, а другие. Но как-то не видит она и не видит улучшение ее состояния. Есть ли какая-то возможность, может быть, есть какая-то специальная терапия, когда ее можно положить в стационарную терапию, да, идти в больнице, в железную больницу, как-то полечить, может быть, протапливать эти системы, добавлять в себе состояние. Ну, то есть, что-то более серьезное, какой-то такой подход нам хотелось. Спасибо. Спасибо, да. Вот мы не только рожаем, но и... Ну, на самом деле, действительно, у нас бывают такие случаи. Вроде бы кажется, что эта проблема не проблема. Можно это полечиться в женской консультации, назначить таблетки. И в итоге женщина не справляется. Да, мы не отказываем в помощи, в стационарном лечении. Но здесь нужно, конечно, глубже, может быть, женщину обследовать, посмотреть массу каких-то обследований сделать. Поэтому, пожалуйста, если вы к нам обратитесь, мы не откажем в этом. Надо разбираться. Здесь просто тоже не отвечу на этот вопрос. Мы не откажем, женщине положим. Да, спасибо. А мы пытались ответить на вопрос, кто же присутствует при родах. Ну, в основном при родах присутствуют папы. Папы сейчас, кто уже идет непосредственно на партнерские роды, готовы. В основном они все уже как бы готовы к этому процессу. Уже никто не падает в обморок? Нет, уже никто не падает в обморок. А папы не мешают? А вы к этому вот так положите? Мы к этому спокойно относимся. Не мешают они вам? Нет, они нам не мешают. После родов сейчас ребеночек находится вместе с мамой или, как раньше, в палате для новорожденных? В настоящий момент в нашем родильном доме уже давным-давно работает совместное пребывание мамы и ребенка. Через два часа после родов, если нет никаких противопоказаний мамы и ребенка, ребенка приносят маме. Преимущество этого всего – это адаптация матери-ребенка, профилактика поздних и ранних кровотечений с выработкой гормона окситоцина, ну и, конечно же, быстрое налаживание грудного вскармливания. А вот мы когда с вами разбирали, как лучше выбирать роддом, то вы сказали, что еще важно оборудование. Вот по поводу оборудования и новорожденных. Какое оборудование необходимо для малыша, который вот только-только появился, что с ним дальше должно происходить? Если для здорового малыша, да, для здорового малыша, в принципе, никакого оборудования не нужно, да? Только должен осмотреть врач-неонатолог. А если уже как бы есть какие-то показания для того, чтобы ребенку оказать экстренную медицинскую помощь, то наше лечебное учреждение полностью оборудовано всем медицинским оборудованием для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи малышу. Я где-то слышала, что сейчас дети новорожденные ведут себя не как раньше. Они не обязательно должны сразу начать кричать, что ребеночка кладут маме на грудь, и он спокойно лежит и смотрит на нее. Это, в общем, сказки или это на самом деле так? Нет, это нормально, да, потому что когда рождается ребенок, если все с ребеночком хорошо, да, нет никаких противопоказаний, то тогда ребеночка выкладывают на грудь и после пульсации поповины только перерезают поповину и отдают неонатологу. А как же, что он должен закричать, чтобы легкие развернулись? Ну, знаете, он адаптируется. Дети действительно как-то эволюционировали, да. Скажите, а есть у вас какие-то секреты? Вы можете как-то переключить женщину, особенно на периоде перед родами, когда только, может быть, начинаются еще схватки, как-то переключить ее, чтобы у нее было поменьше страданий, несмотря на то, что многое у нас ведь идет из головы, да, страх, боли. Что вы делаете? Какие у вас секретные методы, чтобы женщина включилась в процесс родов и перестала думать о своих страхах? Ну, сложно сказать. Ну, я думаю, что здесь доктор, конечно, контакт с доктором, да, отвлекаем тем же массажем, разговорами. А нам нас опять-таки отвлекает. Вот, но на самом деле вот это отвлечение, оно как раз и не нужно. Женщина должна все, в роды должны проходить физиологично, и ее, наоборот, не должно никто отвлекать. Это теплое помещение, это приглушенный свет, тихо все разговаривают, никто не кричит, никаких, вот даже тот же сбор анамнеза. Женщину это очень раздражает. Нам кажется, что мы ее отвлекаем от боли, а на самом деле это очень сильно женщина раздражает. Поэтому я бы здесь не говорила о том, наверное, что это прям помогает как-то для женщины. Но ее, наоборот, раздражает. Тем временем подошла к концу наша программа. Я еще раз поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Спасибо, что вы помогаете появляться на свет малышам. Мы прощаемся с нашими зрителями. До свидания. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова